подскажите мне пожалуйста как помочь дочке она 17 лет и рост сейчас 147 она хочет увеличить рост 15 сантиметров прошу вас помочь если ей 17 лет то у нее скорее всего рост еще продолжается рост обычно варьируется и связан с двумя с двумя железами нашего организма это гипоталамус и второе это кора надпочечников кора надпочечников стимулируется и кора гипоталамуса в случае если нет поставленного диагноза в виде допустим там нанизма или карликовости то регулируется и активность гипоталамуса и активность и и гипофиза и активность коры надпочечников варьируется и увеличивается, особенно в возрасте между 7-8 годами и возрастом аж до, по-моему, 21 года, в случае, если человек прыгает. Существуют целые племена, которые находятся в Африке, вы, наверное, видели такие прыгающие люди. Прыгающие люди это люди, которые прыгая оттягивают носки, как бы зависая или стремясь к тому, чтобы повиснуть в воздухе. Такие есть племена, которые находятся в Африке, их в видео можно найти. Так вот, оказывается, да, в действительности, по-моему, Эдуард Гайсин есть такой английский исследователь, который исследует такие нестандартные методы влияния на человека, который написал работу, где он говорит о том, что в действительности люди, которые прыгают или подпрыгивают вот таким образом или тянутся вверх и делают это часто, могут стимулировать амитотропин, а также могут стимулировать работу надпочечников, могут стимулировать работу или увеличить рост и так далее и тому подобное. Ну, можно попробовать использовать вот такой метод. Раз такой метод существует, есть смысл такой метод использовать. Есть же целый ряд препаратов, которые назначают для увеличения роста. Я знаю, в Тибете особо маленьких детей заставляют сидеть на краю скалы. Говорят, что если сидеть на краю скалы, то вырастешь. Но я не рекомендую использовать такие методы, во-первых, где скалу взять, во-вторых, есть ли травы, которые могут помочь человеку увеличить рост. Первая трава или на первое место необходимо поставить стебель кукурузы, на второе место стебель амаранта и на третье место кору тополя, черного тополя. То есть кору тополя, который не пускает пух. Это черный тополь называется. Его кора немного темноватого цвета. Так вот, заваривают это следующим образом. Это все безопасно. Считается, что в случае, если взять стебель кукурузы, стебель амаранта или стебель или кору тополя черного и заваривать одна столовая ложка на пол-литра воды, доводить до кипения и после этого настаивать 15-20 минут и после чего применять, то считается, что это может активировать, активно увеличить рост человека. Вообще говорят, что рост человека действительно можно активировать, если человек принимает вот такие лекарственные растения. Попробуйте, пожалуйста, если вам это необходимо, попробуйте и такой метод. Несколько слов еще об амаранте. Оказывается, у амаранта необычный лист. Когда растет амарант, то у амаранта есть лист и подлиственник. И у листа и подлиственника, то есть большой лист сверху и под ним растет обязательно маленький. Из-за того, что это растение находится и родом из Бразильской Америки, то оно настроено на то, чтобы недополучать влагу, потому что там жарко. И когда это растение быстро растет, в случае, если ему не хватает влаги, то он сбрасывает большой лист и оставляет маленький. Вот этот маленький лист, который находится под большим листом, он очень полезный. И в случае, если второй маленький листик сушить и собирать, то он очень имеет ярко выраженное, успокаивающее, седативное действие. Помогает человеку успокоиться, очень помогает желудку справиться с заболеваниями, синдром раздраженного кишечника. Очень мягкое седативное средство имеет, очень ярко выраженный, такой кукурузный, очень вкусный, даже немного сладковатый вкус. Ну и считаю, что само по себе зерно амаранта является удивительным и мощным стимулятором иммунитета. Всем известно, что из масла амаранта добывают знаменитое противоопухолевое вещество, которое называется сквален. И поэтому могу сказать, что само по себе это растение недооценено в наше время. И я считаю, что из него можно было бы изготавливать очень большое количество всевозможных, в том числе изучать его, изготавливать разные препараты. Кстати, корень амаранта действует как самая настоящая виагра, так как в корне амаранта находится большое количество азотсодержащих веществ. Кстати, очень стимулирует работу легочной системы. Поэтому корень лечения легких, маленький листочек лечения иммунитета, зерна лечения опухолей, стебель лечения роста. Видите, какое полезное растение. Редактор субтитров А.Семкин